Всем привет! Добро пожаловать на ФФХ и на Батл Репорт по Властелям и Колец. Мы будем сегодня отыгрывать сценарий из книги, который ушел уже год назад, да? Я, если честно, не знаю. Допустим, год назад это Гонор в огне. Там в основном рассказывается про нарративные сценарии, ну и немного завезли для турнирчиков и всякого такого сматчет плей. Миссия, которую мы сегодня играем, это Defense of Asgilliat. Как нужно побеждать в этой миссии? Да, как нужно побеждать в этой миссии? Справа от меня представитель Гондора, защитника Фасгиллиата в составе Форамира, капитана Гондора, Мадрила, капитана Этилиана и Дамрада, рейнджера Этилиана. Вместе с ними у него 24 юнита, 12 рейнджеров и 12 бронированных минастирских воинов. С различными вооружениями. Да, с различными вооружениями, это не столь важно. Против них выступают орки, которые очень сильно захотят захватить Асгиллиат. Всего три капитана и 36 орков, соответственно. Вот. Я уже примерно представляю, как я буду побеждать. Да. Ну, минус твоего, так сказать, твоей армии, это то, что у тебя всего лишь 6 мощей, а у меня в таких целых аж 7, на одну больше. Я думаю, это все-таки как-то должно сыграть. Ну и плюс у меня нет именных героев, но меня больше. Да, давай расскажем, что по миссии нам уже сделать. Да, цели. На столе находятся три объектива, то есть три точки, вокруг которых все крутится. Я должен уничтожить эти три точки. Как это происходит? Я встаю в базовый контакт своим одним человечком каким-нибудь. И если он до конца всех фаз и всего хода простоит, не поучаствовав в бою в базовом контакте с этой точкой, он ее автоматически уничтожает. Если я уничтожу все три точки, то я, соответственно, победил. Также у меня еще нужно сделать то, чтобы Фарамир, лидер моей армии, он выжил. Если он умрет, то я могу еще только на ничью, что будет довольно-таки прискорбно. Вот, да. Если я не сломал хотя бы одну точку, соответственно, победил Гондор, победил Максим. У нас же также еще присутствует специальная, ну так как это нарративная миссия, мы отыграем сцены из фильма, именно «Падение Асгилета», где Фарамир пытался удержать этот самый город, а орки пытались его разрушить, захватить, чтобы потом наступать на Гондор, на Минстерит. У нас есть специальные правила, такие как «Hords of Mordor». Это правило именно в данном сценарии гласит то, что каждый убитый орк на 4+, снова появится бой. Это отображает то, что Мордора много, сколько там было рейнджеров, 100 вроде, да, на Асгилет? Ну, примерно, да. А у орков было целое пленорское поле. Вот, и на 4+, не все выходят. Дальше специальное правило для лидера моей армии Фарамира, то, что Фарамир, выполняя волю своего отца, должен защитить этот город. Поэтому Фарамир должен все время нападать. Если, ну, вражеский, он вражеском модели, в 6 дюймах находится в нем. Если он имеет возможность, он должен напасть. Но я могу потратить одну волю, чтобы этого избежать. То есть он обретет холоднокровие, которым, наверное, ценился, вот, и удержит свою ярость. В общем-то, за счет этого правила и сложнее становится игроку добра сохранить его. Да, либо нужно Фарамира блокировать своим между войнами, либо отправлять его в самую гущу битвы. Да. Ну, и третье правило гласит, что вот как раз, чтобы уничтожить объектив, я должен стоять целый ход в базовом контакте с нем и больше ничем не заниматься. Вот. Стартовые позиции Гондор в центре. Весь в 6 дюймах от центральной точки. Мордор диплоится с края стола в 12 дюймах. В целом, как бы все. Че, ну, пора сыграться, зарасать миниатюру и сыграть, да? Да. Давай. Будущая удача. Начинаем. Войска уже успели расставиться. Как мы видим, силы добра, скажем так, тех, кто на 1-2-3, насколько я помню. Да, все верно. Войска 1-2-3 выставились в центре, готовы отражать набегающие волны орков. Волны орков без именных персонажей. Ну что ж, как и заведено, бросок на инициативу. Поехали. Корона? А, да. 6-1. Стерочка. Чтобы побыстрее добежать до точки, на своем капитане герой к марш за Майтушку. Ничего не буду заявлять. Прошу. И на этом фланге тоже происходит героический марш. Завершилось движение орков. Здесь максимально близко к точке пододвигаются за героический марш. Видимо, на следующий ход уже можно будет претендовать на ее уничтожение. Если только не произойдет, что-то не по плану не пойдет. Здесь произошло то же самое. Встали в руину, под руину, скажем так. И закрыли с собой генерала, дабы не умереть от стрел. Что ж, на этом движения обычные закончились. И наступает движение силпорядка. Движение в второй стороне также закончилось. Стояли на месте, смогут стрелять. Здесь прошел на половину движения, тоже сможет стрелять лучник. Здесь решили заняться ребята орками, которые пытаются захотеть точку. И выходит пешее подкрепление. Дамр вместе с рейнджерами Гондора выбегает на правый фланг. И по центру будет, видимо, большая заваруха в этом сломанном здании. Стрельба, начиная с этого рейнджера, будем стрелять по капитана орка, который там спрятался в здании. И препятствие в виде двух орков. В виде вот этого и вот этого. Итак, на 3+, он стоял... Как я думал, это, а? 6. Это шестерочка. Первое препятствие на 4+. Нет. Нет, застрял. Опять 6. Опять 6. Нет. Нет. Не пробило орка, закрыл телом своего командира, скажем так. И следующий лучник. Пошел на 4+. Нет. Следующий лучник. Да. Пролететь первого орка. Да. Пролететь второго орка. Нет. И снова 5-6. Нет. Еще есть ууки. Нет. Четвертый. Стрела. Нет. Увы. И там еще один может пострелять. Который двигался на... Да. Вот как раз вот эта орка, которая машет своей кочерыгой. Палка-копалка. Попал. Попал. И пробил. У него четвертая защита, не знаю, насколько. Это... Нет, не пробило. Не сработала стрельба. План был так хорош, но, увы. Что ж, что происходит? Происходит бросок на инициативу, поскольку узла нет. Стрельбы. Угу. Подвигался. Давай здесь. Оп. Рерол. Давай. Давай. Раз, два, три. И теперь мой... Ну, мой рерол. Нет, у меня троечка. Снова моя инициатива. Будут какие-то заявления со стороны Гондора. Ну, да. Пожалуй, можно Гондору нападать. Фарамир обряет игрическое движение. Ага. А, и Дамрад, не знаю, что... Даже видит, что у командира рвется в бой, тоже рвется вперед занять вашу рулечку. Так, ответы? Ответы. Соответственно, позвольте мне рулеточку. Всегда без проблем. Ну, здесь определенный будет Герой Кму. На этом капитане. У него не осталось больше мощей, потому что до этого он использовал Герой Кмарш. Здесь у нас... Посмотрим, сколько до точки. Шесть дюймов. Шесть. Пожалуй, здесь будет также Герой Кму. Вот этим молодым человеком. Кто первый будет совершать героические действия? Четыре. Ты первый выбираешь. Добро. Войско четыре плюс делает движение первым. И первым бежит в бой Фарамир. Прям залетает в двоих. Будет раскидывать толпу руками. И ногами. Отлично. Первый герой Кму, который был объявлен Фарамиром, привел в ближний бой одно копье и рейнджера одного. Рейнджер просто защищает поддержку от захода с флага. Отлично. И лучники стоят на месте, чтобы стрелять. И один бравый солдат из вот этого отряда тоже бежит помогать Фарамиру. Сперва орк бежит прямо на точку. Стоит, машет своей огромной киркой прямо в лицо рейнджеру. Выкрикивает различные ругательства, которые наверняка Эльф даже не понимает. Но это не суть. Героическое движение орков закончилось прямо у точки. Происходит еще последнее героическое движение в этом ходу. Тут Гонор понимает, что точку они уже потеряли, поэтому перегруппировка для стрельбы. Дамарад и два рейнджера двигались до трех дюймов, поэтому могут посредиться от штрафа в минус один. Мандрил двигался больше трех дюймов, поэтому ему не сужено сегодня пострелять. Героический ход закончен. И последний геройский деянин, геройский мув от Мордора. Капитан стоит на месте, поскольку заблокировано орками. Да и в принципе по инициативе он, наверное, первый активируется. Чего уж там грехотей. Нет, он объявлял герои к мув. А, понял, понял, понял. Поэтому он не кричит себе за мной, потому что не может двигаться. Я не знаю, чем должен поделаться. Я хочу подвигаться всеми вот этими орками. Посему мы идем вот сюда, не трогаем людишек. Они нам не нужны, нам нужна точка. Идем вот сюда. И завершились все движения. Ну и из орков здесь напали под балкончиком некоторые орки. И вот эти вот троица святая двигается как раз помогать, видимо, вот этому парню. Ну и как раз занять место около точки. А как походил добрый парень? Добрый парень хочет стрелять. Этим он и пользуется. Походили до трех дюймов, поэтому смогут стрелять вот в этих орков. Здесь все стояли. Будут расстреливать со второго этажа. Здесь, как я уже сказал ранее, тоже двигались до трех. Могут пострелять. Здесь напали на этого орка. И помогаем своим братьюням, рейнджерам бить наглых орков. Пожалуй, на... Эй, мы здесь зашли. Пытаемся спасти свою точку. Заходим с фланга. На этом, пожалуй, ход закончился. И у меня будет стрельба. У тебя, Тимур? У меня стрельбы не будет. Я лучниками подвигался на полный бой. Здесь вся наша бравая троица будет царить орка капитана. Так как все это рейнджеры, ну, даже они стреляют на 4+, на 3+, со шляфом на 4+. Капитана. Хо-хо-хо-хо. Белки в глаз. Да. Капитана вот в этот. Да-да-да. Так, защита у него. Защита 6. 6 на шестерочке. Нет. Вот предыдущий. Да, надо было предыдущий. Дальше. Давайте здесь двое рейнджеров постреляют вот в этого. С Малкой, который думал, что у меня есть что-то встойщее. Оба попали. И на 5-6. Есть. Первый битвы орка. Как очуриться? Мои планы работают. Дальше. Эти четверо будут стрелять по вот этому орку. Эти четверо будут стрелять по вот этому дальнему орку. Простые воины. Министерия ТП-4+. Оба попали. Пробить тоже на 5-6. Опа. Пошли кубы. Так. Давай эти два. Попробую снять вот этого. Огородника. Да, Огородника. Никогда. Ничего. И последний рейнджер попробует метким выстрелом орку в глаз. Попал. И убить это пугало. 5-6. Ну да, конечно. Ну ладно, церебра результативная. Происходит фаза ближнего боя. И я буду защищать свою Асгиле от своей крови. Формируем энергетический бой за свою мощь. У меня осталась одна мощь. Я как настоящий мужик, я буду драться, хотя я мог зашилдить. Ооо, вот этот подход. Так, ну что ж. По транса. Так. Бой. Два куба за Формира и один за поддержку. Зелененький. Полетели. Полетели. И шестерочки. У Формира 5-й файт, так что... Я проиграл. Да, отступай, Дядя. Отступаю сюда разочек. Хопочки. Здесь вот этот орк пододвинулся. Уступил дорогу своему товарищу. Второй орк тоже пододвинулся. Уступил дорогу товарищу. Так, ну что их нужно убить? Те, всех троих нужно убить. Поехали, по новому кубу, да? Пятый защите, давай. Да, это на пятерочке. Так, давайте сначала вот это вот. Нет. Все. Хорошо. Тут у нас же пойдет. Нет. Нет. Ну, поддержка на шестерочку. Ну, нет. Так, чуть-чуть знакомый тогда. Так, ну, мой файт сгорел. Все в моих руках. Давай вот этот браво орк подерется с тремя ажгондорцами. Здесь трое твоих, один мой. Да, давай. Четыре. Шесть. Я проиграл, я отступаю. Мы его весело пинаем ногами. Четвертая защита. А, она все равно на пять. Да, все равно на пять. Оп, она, там есть шестерка. Там уже шестерочку. Оп. Давай. Все. Как очурился. Гондорские сапоги твердые, а второе оружие мягкое. Так, ну, давай дальше вспоминаем твои инициатива. Давай здесь один на... С поддержкой. Нет, с поддержкой два на одного. Давай мой молодой... Хотя ты в третьей защите ничего не бежать. Давай драться. Давай. Не, одна. Так и два файта выше. Аж две пятерочки. Ну, давай. Третьей силой по тебе бьем. Какая защита? А, третья. А, третьей силой по третьей защите? Да, четыре плюс. Четыре? Есть одна. Отлетел. Первый Гондорец. А у Гондора-то подкрепление. Да нет. Один на троих орк выпрыгивает в руинке. И это, к слову, не огородник. Один. Шестерки. Шестерки. Сейчас кто-то отхватит за такое, дерзит. Ну, он там может отступить на пилу. Он, условно, отступил. Просто чтобы нам полчаса не лазать там пальцами. Он отлетел. И не пригодилось. Копьями два на два. Шестерка у меня есть. Тройка. Отступаешь. Сейчас один отступит в таверну. Шестерка, четверка. Да, все. Домой. И бой один на один. У меня защита шестая. Давай-ка я заявлю двуручек. Двуручек? Ну, то у тебя будет пятерка максимальная. Давай. Шестерка. Шестерка и яйца. Да. Ну да, ладно. Отступаем. Ну, я пять-шесть. Поролю. Оу. Бои закончены. Да, и цель миссии. Мордор выполняется. Да. Две точки были уничтожены. Раз. Два. Осталось лишь центральное. Инициатива? Да. Давай, увезь меня, короба Гондора. Пять-шесть. Мордор без прощания. Он без жалости. Итоги движения. Давайте ему расскажи, как ты на меня напал, как ты меня хочешь унизить. Ну, никаких героиков не было, инициатива была за орком. Соответственно, ничего себе акроба. Здесь произошло нападение на рейнджеров, и небольшой отряд заходит сбоку. Здесь орки пытаются очень сильно прорваться к точке центральной. Соответственно, некоторые даже не вступали в бой ради этого. То есть, лучники и копейщик. Три орка подкрепления вышло. Здесь же сейчас орки попытаются убить Фарамира. Они окружили его поддержку, окружили самого Фарамира и перекрыли пути для подкрепления. Два других орка пытаются туда прийти. А всему этому пытаются помешать Гондор. Да. Что же я сделал, чтобы мы хотим встать этому? Мадрил обошел и напал на капитана. У него еще есть мощи, так что хотим потягаться с капитаном. А теперь я расстрою Гондор, который очень невнимательно играет. Так как у меня три капитана, все мощи были потрачены на этом. А этот капитан с мощами. Да. Среклама, кого я ошибу. Я тебе тут... Моя благоходовочка. Я буду вытягивать из тебя последние мощи. Так. Мадрил подвигался до трех дюймов и бусора. Того, который пытается сжечь Белым Древом. Здесь мы совершили финтушами. Лучники забрались на стену с прыглами, чтобы переградить прямо проход к Белому Древу. Такой десант Гондорский. Также забрались на выступ, чтобы подстрелять. Ну и просто лучше смотреть, где у нас враг окружает. На этом такие основные ходы и финты закончились. Начнем с Дамбрда. Кто-то будет подстреливать вот этого... Который у дерева стоит. Да. Который машет не туда. Попал. Четвертая защита? Нет? Ну да. Мощь. Нету у него. Одна мощь такая. А! Мадрил три мощи. А-а-а! Вот что, да! А это вкусно на самом деле-то. Сейчас мы подеремся. Эти двое будут стрелять в этих двух орков. С приоритетом вот в этого. Сразу кину два куба. Они двигались, стреляют на 5+. Один попал. Приоритет будет вот в этого. И на 5-6. Нет. Ничего. Ну, пострелить. А мне еще здесь. Этот остался. Давай с препятствием в виде древа. Тоже вот там второго орка с копьем. Белки в глаз. Да. Со 100 шагов попал. Препятствие 4+. Пролетело. Да. И убить. Нет. Боже мой. Истребал. Не заточенные стрелы сегодня. Да. Не зачарованные. Фарамир в ярости от посягательств на его территорию. Поэтому он опять греческий бой. Ага. А, да. И... Так, у тебя здесь нет поддержки, да? У капитана? У капитана нет. У капитана нет. Ну, ладно, хорошо. Модел ничего объявлять не будет. Окей. Мой капитан. А, у него нет мощей. Об этом я совсем забыл. Вот этот многоуважаемый капитан заявляет Героик Комбат. Героик Комбат. Ну, хорошо. У тебя нет Комбат. Хорошо. Так, очень понравилось. Мордор по инициативе решает теперь. Чей бой будет первым? Узла. В целом это не особо важно, правда? Но... У тебя все не мощи осталось. Последняя мощь в целом, в принципе, да. Четыре на одного. Байк Капитана у тебя четвертый. А, ну, в принципе, если я кинул шестерку, то... Боит шанс. Нет. Ну, это неплохо. Так. Три за простых орков. У нас сейчас на три за простых орков. И да... Да. Пить у меня есть. Ну, еще два. Еще два за... Да, слушай, два за Капитана. Давай, шестерка. Три и один. Рулов? Рулов. Это печально. Давай, сейчас я тебе покажу, как, да? Ну, давай, давай. Вверхуй. Пятеров, пожалуйста. Уходи. Выстоял. Выстоял против четырех орков. Бодр. Капитану прямо в лицо. В жбан. Ну, нет. Нет, нет, нет. Он капитан со щитом. Конечно, шестерка. Да, у меня... Да, на шестерке. На шестерке. Но все равно, мы показали, что... Ох, не пять назад. Геройский бой Форамира. У меня здесь два орочка. Он мне здесь тоже так дает. Шестерка. Пай-то выше. Шестерка. Выше моей шестерки. Давай, две атаки. Какая, по какому пьеду? О-о-о-о-о. Давайте прийти там с Копьё... Ну, в Копьё сначала. Давай. Тыдаешь. Защита? Четыре. На четыре плюс. Давай. Все, четвертый, не четвертый. Счетвертый. Нет. Я опять его не умудрю. Следующий. Ну, давай, парни. За того же? Да, туда же. Нет. Да что ж сегодня не так-то с гондорцами? Как такое происходит? Один орк на троих пацанов. Я шту здесь. Давай. У меня пятерка, а у тебя на шестерка. Но у меня файд... Четыре-пять. У тебя выше, я отступаю. А то у тебя там был с ногами, да? Не-не, нормально. Там ты... И пробитие. На пять-шесть. Защита у тебя же пятая. Пятая, да. Трое на одного. Шагонри заявляет шилд. Такой я. Парируй. Давай. Тройки. Четверочка есть. Ну, так. Отступать-то и некуда. А фарамир может отступить? Фарамир может отступить, да, и уступить, наверное, путь. Два урка третьей силы мальчана. Да. Нет. Две единички. Это за. А я не помню, тут Мордор или не Мордор. Да, тут, по-моему, Мордор. Мордор есть. Тут же действует армия правил. Да, согласен. Поэтому и Мордор может за счет того, что его больше на столе переролить единички на тву. Коварно. Шестерка. Отлетел. Ну да. Здесь один на двоих. Двух ручек. У тебя только двух ручек, да? Да, у меня только дву ручек. Заявляем, а ты веришь дву ручек. Может ты? Не, не, не только. У него дву ручек докупается. Ты победил, я отступаю. И... За счетовая четвертая? Да. На пятерочке. Видишь, шестерочка даже. Погиб. Один на один на месте с сожженной точки. Четыре-два. Гондорец побеждает, отступает орк и пробитие на пятерке, видимо. Да. На пятерке. Окучиваем тыкну. Так. Дву ручка. Отлетел. Пять. Шесть. У тебя с третьей плачей. У тебя тоже третий. У тебя до дву ручек, да? Ну, у меня пятая. Да, так что нас равны. Так, пять-пять роллов. Ну, давай. Ну, сейчас я должен победить. Да. Я должен победить. Ладно. На пять-шесть пробиваю. Нет. Блин, мне нравятся мотыги. Два на два. Пять. Вот это я два на два сделал. Мордор побеждает. Две оттали. Давай, сразу пробивай. Сразу по двум. Один откачу. Треролл единичек на туул. Нет. Один откачу верился. Один отступает. Да, и один отступает. В другом углу. Двое на одного. Просто. Пять. Вот это я прям чуйка слушай. Да. А был бы двуручь, не сработало бы. Ну, и так сработало четверочку. Отступаем. Пробиваем. Есть. Зажали в угол, так сказать. Я, пожалуй, зашилдюсь. Орг против Мандрила и одного рейнджера. Пришло время шилдиться, господа. Ты будешь отдельно? Да, у меня отдельно все. Так, у меня уже шестерка. На четырех кубах. И ее нет. Он проиграл. Он отступает. Он не может отступить. А, он не может отступить, понял. Препятствие. А отступать в три ряда нельзя. Угу, понятно. Не полагаю. Не полагаю. Ну что ж. Удываем количество кубиков, видимо. Да, все верно. Сначала первый кинет Мандрил. Ух ты что, две руки понадобятся. Так, защита шестая. Давай, с двух рук. Да. А, не, я имею в виду, две руки можно взять кубики. На пять-шесть. Да. Я и говорю, с двух рук. С правой, с левой сразу. И... Нет. Нет. Хотя, у меня три мощи. Пожалуйста. Был бы тот Гатмок, я бы тебя убил. Давай, я долью сразу все три мощи. Это станет пятерочкой. И здесь тут пятерочка. Прошу. Так. Фейта. Одна фейта. Завалишь. Титов. Фейт. Три плюс. Судьба. Три плюс. А, да, четыре плюс. Да. Эх, жизнь моя жестянка. Три мощи выкачал из парня. Неплохо, неплохо. Что такое, рейнджеры? Ну, зелененькими кубами. Потому что зелененькие рейнджеры. В зелененьких плащах. Может, им это поможет? Пять, третье, по шестой. Нет. Нет, не поможет. Не с того, только... Эх, не сработало. А план был так хорош. Инициатива. Да. Полетели. Коронагоннеры. Давай. Скоро сгорит чье-то дерево. Точно сгорит чье-то дерево. Ну, мувмент фаза закончена. Что произошло? Там большая драка. И здесь продолжают впиливаться сквозь окна и проходы. Здесь самое интересное. Сколько тут получается? Раз, два, три, четыре. Четыре орков стали в БТБ к точке. Им пытаются помешать рейнджеры. Двое с угла. И один, который стоял, видимо, вот здесь. Да. Здесь ловушка сработала. И впилились в лучников, заградившими проход. Один. Один орк только впилился. Ну, ничего. Стояли на месте, будут стрелять. Здесь продолжаем драться с фарамиром. Что ж, стрельба. Как ты ем. Двое с топором. Что ж, хорошо. На четыре плюс они стояли. Нет. Нет. Эх. 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 Очень быстрая стрельба в этот ход. Что ж. Бои. Да. Бои. Снова распределяю. У тебя есть одна мощь. У меня есть целая мощь. Но поскольку Мордор, по сути-то, уже и победил, как бы. Не спалили. Браво. Хорошему мальчику, который выдержал стрельбу. Я заявлю на герой комб. Давай на орке. На капитане за последнюю мощь. Вот. Полетели. А у Гондора там вообще не осталось, чтобы что-то сказать в ответ. Блин. Убил у Мадрёва. Можешь играть, чтобы где-то где-то не закончился. Подожди, сейчас убью. Давай. Давай. Поехали. У меня два кубана орки. Это же капитаны с поддержкой. Капитане, да-да-да. И поддержка. Четвёрки. Тройки. Я победил. И пришло время отступать. Третья сила. Оу. Простой орк сразу же зарубил. Разрубил надвое буквально. И побежали на помощь простому орку. Давай. Сразу сним. Давай. Так, у меня одна атака. У меня три куба. Раз. О. Единица. Шестёрка. Давай простой орк пробивает. Да. Третьей силой. Двойка нет капитана четвёртой силой. Пять и четыре. Я умер. У него одна фрита, я одна лунда. До свидания. Здесь Дамр отдерётся с раз, два, три. Мадрил. Мадрил, извиняюсь. С тремя орками и одним капитаном. Хо-хо-хо. Ну ладно. Давай. Померимся, кубан. Три капитана. Отфиль три. А, тут без разницы. Да, вообще не осталось. Шестёрка. Оу. Не хочется верить парень. Шестёрка. Нет шестёрок. Век людей не окончен, к сожалению. Ну там ещё формира можно зарубить, подождите. Капитан всё ещё не может отступить. Одна лунда. Две. Бьём по капитану. И шестёрка есть. Есть. Знаешь что, в этот раз я вот копью в этого несчастного орка. На урейнджера бьют четырёх. Отлично. Пятёрка. Пятёрка. Пайт выше. Пайт выше. Вот этот бравый заслон из рейнджеров, он держит. Спас. Зачем? Непонятно, но всё-таки. Да. Стоим за последнего. Пятёрка. Три. Да? Нет. Шестёрка. А, шестёрка, пятая, извиняюсь. Шестая лоза. Бой с форамиром. Что ж. Здесь три орка и капитан. Пять атак. О, господи. Шестёрка. Надоел. Так, я знаю, как это получается обычно. Я не убиваю никого. Я понял, я понял, в чём суть. И надо было не убивать Дамрада, потому что твои герои что-то посмотрели и такие, так. Сейчас он попадёт. Сейчас мы уже пробиваем. А потом убьют. А, да, да. Давай по копеечку. Я вот добью, наконец. Нет. Форамир не смог опять. У него личная виндетта с этим парнем. Ну, давай же. Нет. Такие, ух, какие мы сильные. Все дерутся просто нормально. Нормально. Ролл в твой. Пятёрка. Да блин. Отступает. Умер. С двуручом. Здесь. Три-шесть. Увы. Пошёл. Гонорский. Майд. Да. Хо-хо-хо-хо. Ласт мэн стендинг. Да. Здесь. Один на один. Шестёрочка. Единичка. Так. Да. Потери. Кругом потери. Ворес Хэлл Бойс. Увы. Рейнджер против одного. Волошка. Давай. Пятёрка. Нет. Отступил. Я пробиваю. У меня же выше файт. Пробуй кубик. Ну ничего. Ну ты кидаешь единичка. Да. Здесь. Два Гондорца на одного орка. Отступил. Выдавашные лучники. И... Ну давай попробуем. Убил. Отлично. Один заявил двуруч. Ооо. Как интересно, да? Вот этот заявил двуруч. А я нападаю. А этот не заявил руч. Ооо. Не вераю. Просто. Это такая чуйка. С двуручом бьёт. На шестёрочку. Жёстко. Да. Битва у дерева. Нет. У дерева под конец надо оставить. Давай здесь закончим. Раз. Два. Три. Мой один. У тебя двое. Бью просто. У меня пятёрка. У меня пятёрка. Ну, давай ров. Мой. Нет. Отступаем. Окружённый парень. По нему бьют двуручным оружием. Хоп. И теперь двое. А у меня файл-то четвёртый. А у тебя файл-то четвёртый. Понимаю. Поэтому шестёрка сразу успех. Бей сколько угодно там и уважаю. Шестёрки вы любим. О-о-о. Давай берём мотыжника. Давай. Финальный бой этого мира. Два лучника против твоего. Двоечка. Две. О-о-о. Серьёзная заявка. Четыре. Четыре. Третья пола. Да-да-да. Съехал парень. Один на один. Давай раз на раз. Три. Два. Пятёрка. Умер. Да. Что ж. На этом, видимо, бои закончены. На этом бои закончены. И, к сожалению, закончена игра. Поскользнула. Вот этот бравый. Ещё раз его поглажу. Орк. Сжигает. Уничтожает. Срубил дерево. Срубил дерево. И поджёг его. И сломал его. Молодец, Орк. Всё правильно сделал. На этом игра закончена. Спасибо за это. На ракетчик. Беково, да. И краткие итоги. Что вы можете сказать по поводу данного мероприятия? Мероприятие? Это было сбиение Гондора, значит. Но, Беково. А Беково все, как понимаем, любим. Да. Жалко, конечно, я не зарубил тут ещё пару капитанов. Тогда можно было бы прокричать. Век людей окончен. Золот. Но век людей и так окончен. Посмотрите на ваше дерево. Ну, да, лично больное. Ну что, давай обсудим, как мы провели нашу игру. Да, давай. Я считаю, что я всё сделал идеально. Да, но у меня, как всегда, были ошибки, да. Например. Я думаю, с очком разошёлся. Думал спасти две крайние точки. Но как-то ты бы с них пришёл. Да, я бы на твоём месте, на самом деле, одну бы отдал. Вот эту самую крайнюю. Потому что сложнее всего к ней прийти. И, возможно, попытался бы разделить усилы как раз между двумя точками. То есть, вот этой и этой. А может быть, и центральную тупу подзащищён. Ну, по миссии мне сказано, что нужно только спаси Форамира. И защищать хотя бы одну точку, одну точку бы выжило. Спасти её. Да. А, кстати, можно было извернуться. Можно было поставить кружком. Форамира поставить внутрь этого кружка. Он бы не мог чаржить. И ты бы им стрелял. Да, по миссии. Майндгеймс. Сразу видно. Опытный игрок, да? Да. Вот. Ну и, собственно, не знаю, мне всё понравилось. Мне понравилась вот эта штукенция с... С десантом, да? С десантом, да. Правда, я думал, что ты им побежишь ими на моих орков. Но в итоге я этих двух заблокировал. Я, типа, такой думаю, да я не побегу туда. Я его остановлю. Ну, можно, на самом деле, нужно было бы у всех сбрасывать. Всё-таки с любая, бодри, это такое. Я поэтому сказал, когда ты только двух спустил, я такой. А твой план-то не так уж и хорош, как я думал. А, да. Я-то думал, ты реально побежишь. Он не всегда может подсказать, как действовать. Да, но... Проиграй я инициативу, всё бы было по-другому. Пять инициатив подряд. Как тебе такое, да? Чем ответишь? Я ничем. Ну, блин. Ну, я думаю, это уже, как бы, не особо интересно обсуждать. Ладно тебе. Вот. Поэтому всем спасибо.